Привет, Илья! Всё, спасибо! Итак, вот он Гагарин 21 века, первый российский гуманоидный робот, способный не только распознавать, но и выражать эмоции. В ближайшем будущем Юрий Алексеевич может встать на биржу труда, и, уверяю вас, отклик от работодателей может быть мгновенным. Ничего же не приукрасим. Привет, Илья! Спасибо, что приехали к нам в университеты Набалес. Как вы добрались с ветерком? Я полковник Воздушных сил Советского Союза. Я был направлен в Чкалов, в Первые военные авиационные училища летчиков, и летал на МиГ-15 в 1957-м. Дядя Юр, что ты думаешь о спорте? О российской сборной расскажи нам по футболу. Я люблю спорт. Я был хоккеистом и поклонником баскетбола. Юрий Алексеевич, дайте, пожалуйста, совет. Не знаю, как быть. Главная сила в человеке — это сила духа. Мне трудно об этом спрашивать, но как вы погибли? Расскажите, пожалуйста. Я попал в аварию. Однако я чувствую, что я собрал силы для успешного выполнения того, что от меня ждут. Держитесь, дядя Юр. Всего вам доброго. Роботы сейчас могут вести беседу на какую-то тему, допустим. Там подбирать как-то слова, делать синонимы, искать информацию в интернете, допустим, в Википедии. Но свободно вести беседу — это пока задача, которая никем не решена. Возьмем длительный промежуток. Возможно ли, что вот этот вот человек, ну, получеловек, встанет на биржу труда? И как раз конкуренцию продавца мы всем составим. Потому что сейчас беспокойство уже есть. Я знаю, резонанс вызывает. Отлично, это хорошо. Значит, мы движемся в правильном направлении. Безусловно, потому что, ну, для этого, по сути, мы и работаем. Это наша цель — сделать так, чтобы такие роботы смогли заменять человека уже, ну, и освободить человека от вот этих, от работы там. Ну, то есть я думаю, что работа сотрудника ресепшена — это не самая интересная работа в мире. Правда, что вот эта София знает 62 эмоции? А, ну, в смысле знает? Умеет показывать? Да. Вы распознавайтесь показывать 62 эмоции. Я просто был в шоке, я даже не знал, что только эмоции есть. Ну да, эмоций на самом деле много, которые могут показываться через лицо. Сейчас мы распознаваем 7 базовых, и, в принципе, можем распознавать их разной комбинацией. Вот. То есть условно можно сказать, что там большое количество эмоций может... То есть надо состоять что-то между, допустим, страхом и удивлением, да, то есть это тоже какая-то другая эмоция. Вот. И он тоже может показывать вот эти промежуточные состояния. Вот. Поэтому тут вопрос, как это правильно считать. Смотрите нас на Татар.Информ Низкий вам поклон. Вы досмотрели до конца, а значит, ваша карма чиста. Но! Чтобы в дальнейшем можно было немножечко сгрешнуть, рекомендую подписаться на нас везде, где возможно. Наши паблики, страницы в социальных сетях, каналы «Лучший оберег». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова